Свою социальную направленность белорусское государство сохраняет на протяжении десятилетий. Это большой комплекс поддержки от ряда гарантий и льгот до различных выплат. Только для семей с детьми сегодня действует 11 видов материальных пособий. И часть из них с августа будет повышена. На эти цели дополнительно выделено 70 миллионов рублей. Надо сказать, что все изменения ожидаемы, поскольку связаны с увеличением бюджета прожиточного минимума. Самое главное августовские новшества собрала Алина Лапо. К началу августа Министерство труда и социальной защиты ежегодно анонсирует изменение бюджета прожиточного минимума. Главный ориентир в расчете ряда пособий и доплат стабильно меняется раз в квартал. В прошлый раз он подрастал в мае, а в следующий раз его пересмотрят к ноябрю. Итак, бюджет прожиточного минимума с августа в среднем на душу населения зафиксирован на отметке в 433 рубля. Рост к текущему показателю немногим более 3%. Его размер по сути это необходимые денежные минимумы и социальный ориентир для оказания государственной адресной помощи. Бюджет прожиточного минимума рассчитывается в среднем на душу населения, а также по социально-демографическим группам. Это пенсионеры, студенты, дети и так далее. В связи с изменением бюджета прожиточного минимума автоматически изменяются встроенные системы социальной защиты различного рода надбавки, повышения к пенсиям, а также пособия. В том числе и детские пособия. К примеру, пособия в связи с воспитанием в семье деток от 3 до 18 лет при нахождении мамы в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит с августа более 216 рублей. А суммарно такая семья получит, начиная с августа, пособия в размере более 1105 рублей. Более весомыми станут и единовременные выплаты при рождении ребенка. Сумма на первого малыша составит 4330 рублей. Если семья прирастает вторым, третьим или еще больше, то получит свыше 6000. Прибавка с августа почти 200 рублей. Больше их заплатят и тем, кто в ожидании пополнения пособия для женщин, вовремя ставших на учет в организациях здравоохранения, вырастет до уровня этого самого обновленного бюджета прожиточного минимума. Традиционно в августе ждем и роста пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Правда, в основе этих выплат уже не бюджет, а средняя зарплата по стране. Их корректируют дважды в год. Так, к этим выплатам добавили более 7%. На содержание первенца мамам будут платить почти 778 рублей. На второго и последующих ежемесячная выплата составит без малого 889 рублей. Для ребенка-инвалида около 1000. Все эти суммы будут актуальными до 1 февраля. Влияние бюджета прожиточного минимума сказывается не только на пособиях, увеличивается и возрастные доплаты к пенсии. Такую прибавку с августа почувствует порядка 527 тысяч человек. Перешагнувшая 75-летний рубеж белорусы получит к пенсии дополнительно 81 рубль 19 копеек. А по достижении 80-летнего возраста доплата с учетом надбавки на уход превысит 162 рубля. Ну что ж, второй летний месяц уже на излете. Впереди август, а значит самое время готовиться к школе. Спору нет, это дело хлопотное и затратное. И здесь на помощь государству могут рассчитывать многодетные семьи. Стоит отметить, что на единовременную выплату доходы родителей не влияют. Максимальный размер на каждого школьника из семьи – это 30% бюджета прожиточного минимума. И по данным Минтруда, такой матпомощью в этом году охватит 240 тысяч учеников со всей страны. Алина Лапо и Илья Максимов – агентство теленовостей.